Добрый день дорогие друзья! Мы продолжаем нашу недельную главу Торы, которая называется Вейшес. Вчера мы остановились на том, что Иосиф был продан в Египет Патифару, царедворцу фараона, начальнику палачей. Написано дальше, и было в то время, и Гуда отошел от братьев своих. И женился он на дочери одного Кнаанея, имя которого Шуа. И родила она ему двух сыновей, даже трех, трех сыновей, Эра, Анана и Шелу. Написано, что взял Игуда, Эру, первенство своему жену, а имя и Тамар. Но, Эр был неугоден Всевышнему, и он умертвил его. Что-то он не так делал. Тогда, по праву деверя, на ней должен был жениться второй сын Ананан. Анан женится на ней. Но бывало, что когда входил он к ней, то ронял на землю. Он не хотел дать семя брату своему. И Всевышнему не понравилось то, что он делал. И умертвил он также его. Потому что, рвел то, что делал Эр. Наши мудрецы говорят, что Эр не хотел, чтобы жена портила себе фигуру. Не давала ей по этой причине забеременеть. Ананан по-другой. Он не хотел, чтобы ребенок, который родился, принадлежал бы его умершему брату. Вот так. Не хотел давать ему семя свое. Вот так вот. Тогда наступает очередь Шелы. Игуда подумал. Может быть умрет и он. Сам он сказал ей. Жди, пока подрастет сын мой Шела. И тогда он на тебе женится. Но он никуда не спешит. Подумал. Иди, знай, еще и третьего потеряю. Причину он не может понять. Что он делает дальше, Игуда? Дальше он живет своей жизнью. Прошло какое-то время. И жена Игуды умирает. Игуда собирается идти стричь своих овец в Тимну. И увидела Тамар. Что она не дала было в жены Шеле. И она решила что-то делать. Она сняла свою вдовью одежду. И пошла в то место, где находится пещера Махпила. Дорога война им называется. Она напротив пещеры Махпила выбрала место. Поставила шатер. Притворилась блудницей. И когда Игуда проходил мимо. Он поворотил к ней. И приезжал ее за блудницу. И сказал. Прозреши мне войти к тебе. Она говорит. А что ты мне дашь за это? Он говорит. Она говорит. Дай мне. Он говорит. Козленка дам. Она говорит. Дай залог пока не пришлешь. Он говорит. А что мне за залог? Он говорит. Дай печатку твою со шнурами. И посох. И Игуда согласился. Вошел к ней. То есть. Он думает. Что идет в блуднице. А она. Его на себе женила. Она поставила. Этот шатер. Это как хупа. Печатка. Это как кольцо. Дает невестки. Все просчитала. В общем. Она выходила замуж. То что. То что он даже не догадывался. Потом она. Пришла. Сняла с себя вдовью. Эту одежду в блуднице. Оделась. Как и прежде. Но. Игуда. Что он делает. Он. Послал со своим другом. Хиром. А доломитяниной. Он нам послал. Я козленка. Но нету тут блудницы. Он спросил у людей этого места. И сказали. Не было здесь блудницы. Когда он пришел. И сообщил о Игуде. Игуда сказал. Да пусть. На себе остались. Чтобы мы не стали посмешищем. И Тамар. Нет кого. Ничего не скрывает. Она веселая. Она забеременела. И сообщено было. Игуде. Месяца через три. Что развращивала Тамар. Но Игуда. Сказал. Сжечь. Сжечь. Сжечь за прелюбодеяние. Наши мудрые говорят. Что значит сжечь. Что она такое. Вешая на сжечь. Разбирается. Только дочь Коэна. Может быть сожжена. На костре отца своего позорит она. И кто у нас Коэн. Единственное Коэн. Кто это может быть. Это. Шем. Сына Аха. Малки Цедек. Он был Коэном. До того времени. Когда Аврагам победил. Вавилонскую армию. Разбил армию четырех царей. И. Тогда он его благословил. Но сначала он благословил Аврагама. Потом Всевышнего. Всевышний. За то что он так поступил. Малки Цедек. Это. Шем. Сына Аха. Он. Забирает у него коинство. И отдает его Аврагаму. Та еще. Звали его Аврам. Но. Это же большой человек. Первосвященник. Он был первый. Царь Шелема. Рушалаема. То есть. Он не мог не знать таких законов. Да. Эта ошибка. Ему стоило коинство. Тогда получается. Что Тамар. Родилась. Тогда. Когда он еще был Коэном. Вот так вот. И. Получается. Что он был Коэном. Вот такой вот. Интересный закон. Но. Если брать ее возраст. Где-то я подсчитывал. Это. Около двухсот лет ей здесь. И. Как же она. Старуха. И. Как это может быть. Это. Нет. Она молодая. Потому что. Сколько жил ее папа. Шем. И пишется. Что уже шестьсот лет. То есть. Получается. Если семьдесят лет. То двадцать с чем-то. Вообще молодая. Эти двести были. Как двадцать с чем-то. Получается. Что она молодая. То есть. Такая вот. Интересная вещь. Потом. Она не говорит. Тамар. Что его не опозорить. Что это ребенок. От него. Она сказала. Узнай эти вещи. Когда он сказал. Жечь. И. Гуда смотрит. И говорит. Она праведнее меня. Это дел я. Потому что я не дал. Ей своего сына. Шел. И. Небесный. Голос. Сказал. Это все от меня. Прошло время. Тамар. Рожает. Повитуха. Взяла. Алую нить. Алую нить. И. Привязала. На руку. Первый ребенок. Который показалась рука. Она привязала алую нить. Я говорю. Алую нить. И сказал. Этот вышел раньше. Потом рука зашла назад. И. Вырвался другой. Я говорю. Как. Вырываешься ты. Напролом. И. Назвали его имя. Перец. Затем. Вышел брат его. На которую. Которую. На руке. Алая нить. И. Назвал его именем. Зирах. Вот. Такая вот вещь. Вы видим. Что красная нитка не работает. Не на. Если вам предлагают. Завязать это на руку. Красную нить. Не надо это делать. Это не работает. Это просто. Это просто. Нельзя делать. Вам предлагают. А делать нельзя. Никаких алых нитей. Мы молимся на прямую Всевышнего. Короче говоря. Написано. Что он. Игуда. Не познавал ее более. Другой перевод этих слов. И он не расставался с ней никогда. И от этого переца и происходит вся царская династия. Плоть до Машеяха. И мы знаем с вами, что перец рождает Хитцрона. Хитцрон рождает Рама. Рам рождает Аминадава. Аминадава рождает Нахшона. Нахшона рождает Салмана. Салава рождает Бааза. Бааза рождает Аведа. Аминадава рождает Ишая. И Ишая рождает Давида. И царский род пошел. Это линия Ягуды. Вот так. А на сегодня наш урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души Берта Батысраэль, Павел Бен Эфим, Самуил Бен Герш, Хая Малк Абат Йосиф, Мира Батаврагам, Роза Бат Михаэль, Памяти Ури Бен Харитон, Мендель Бен Мендель, Яков Бен Нахом, Владир Бен Григорий, За здоровье Светлана Батклара, Шимон Бен Несхак, Борис Бен Мария, Анна Батривка, Полина Перв, Батсония Сура, Лена Батклара, Женя Бат-Ида, Анна Бат-Елена, Евгений Бен Софья, Двора Бат-Мириам, Моисей Бен Ева, Ирина Бат-Двора, Йосиф Бен Раиса, Инесса Бат-Маэль, Евгений Бен Берта, Евгений Бат-Ита, Фира Бат-Ана, Геннадий Бен Елена, Ольга Бат-Светлана, Йосиф Давид Бен Цара, Таня Бат-Фрида, Ида Бат-Рива, Вадим Бен Татьяна, Юлия Бат-Белла, Яков Йосиф Бен Рахель, Шимон Бен Мира, Фейга Бат-Берта, Ася Бат-Года, Мармен Нина, Ира Бат-Вера, Леор Бен Клара, Рафаэль Бен Клара, Хана Цепора Бацара, Ида Бен Хая Авива, Ефим Бен Соня, Мазл, Парнаса, Сгула, Ирина Батури, Орона Ребен Ури, За хороший дух, Орона Ребен Двора, Низ Бен Ахум, Авигаль Бацара, Хана Бат-Абрагам, Рафаэль Арье, Лейб Бен Лариса, Парнаса и Брюк, Владимир Бен Рая, Марина Батрая, Борис Бен Марина, Всего хорошего, Олегу Марченко, Всем браха, Парнаса, Кавана, Мазл Тол, что мы это время не грешили, Учили Тору, Всем желаю крепчайшее здоровье, И пусть скоро закончится эта страшная война, Всем все самое на лучшее, Надеюсь мы встретимся завтра, Шалом!